Всем привет, друзья! Сегодня очень жарко, поэтому прошу прощения за свой внешний вид. Обстоятельства так получилось. Ну что, давайте подведем итоги вчерашней прямой линии. Не знаю, как вы, а я сделал для себя один единственный вывод. Всё, нет у нас больше президента. Президент, по большому счёту, тупо нас слил. Вот сейчас объясню, из чего я сделал такой вывод. Поехали! Вообще, вот эта вот юбилейная 20-я серия вот этого сериала под названием «Прямая линия с президентом» стала, наверное, самой неинтересной. А вопросы, которые там были озвучены, ну, такого не было ещё ни разу. Один вопрос глупее другого, дорогие мои. Я думаю, вы тоже обратили на это внимание. Ну, чего только стоил там вопрос, например, о том, куда вы пойдёте работать, когда уйдёте в отставку, и Путин как будто бы пошутил, сказал «Сяду на печку и буду сидеть». В этом месте, видимо, надо было смеяться. Но, по большому счёту, я считаю, что это глупый вопрос, хотя бы потому, что год назад, когда мы принимали поправки в Конституцию, вернее, мы думали, что мы принимаем какие-то поправки в Конституцию, одна из поправок была как раз о том, что все бывшие президенты автоматом уходят на работу в Совет Федерации. Об этом говорилось с утра до вечера из каждого утюга. Но спустя год нашёлся, значит, индивидуум, который не догнал тогда и решил всё-таки переспросить. Но самым глупым вопросом, на мой взгляд, был вопрос, там кто-то вообще догадался, какой-то добрый умный человек, спросить «А кто вам говорит рубашки?» И вот тут я обалдел. Ты что, реально это интересно? Я вообще таких людей не понимаю, вот ты уже прорвался на прямую линию, перед тобой сидит президент, он тебя слушает, у тебя есть возможность задать любой вопрос этому президенту, любой, какой тебе хочется. Ну, хорошо, боишься ты спросить о чём-то общественно значимым, ну, боишься, что чёрный воронок подъедет, ну, спроси о чём-то личном, ведь наверняка у тебя есть какие-то личные проблемы, может быть, труба где-то течёт, управляющая компания плохо работает, может быть, участковый не очень хорошо исполняет свои обязанности, у тебя во дворе там постоянно собираются какие-нибудь бухарики-наркоманы, жития от них нет, может быть, банк какой-то над тобой измывается, ты там по глупости влез в кредит несколько лет назад, и сейчас никак не можешь закрыть эту историю, и они тебя обдирают, обдирают и обдирают, ну, всегда можно найти, у каждого из нас есть какая-то личная проблема, всегда можно найти, о чём спросить президента, нет, кто вам гладит рубашки, ты чё каждый день с президентом общаешься? Ну, ребят, наверное, поэтому они к нам вот так и относятся, потому что мы сами им всё время демонстрируем, что мы идиоты. Я больше чем уверен, что там где-нибудь в аппаратной сидели ФСОшники и просто ухахатывались, говорили, о, какой-то очередной дурак очередную хрень спросил. Ну, ты мог с таким же успехом, да, сказать, Владимир Владимирович, я идиот, можете дать поручение, чтобы меня кто-то трахнул в задницу? В принципе, ты ведь об этом спросил. Ребят, ну, надо, наверное, уже переставать быть такими дурачками-то. Пока мы сами себя будем вот из себя строить дурачков, к нам как к дурачкам и будут относиться. Ладно, давайте о серьёзных вещах. В субботу, дай бог памяти, записал ролик, да, где предположил, каким может быть ответ вот на этот вопрос. Я имею в виду, конечно же, обязательную вакцинацию, которая многих сегодня беспокоит, потому что много народу попали под раздачу, даже моей семье это коснулось. Те, кто, да, бывают в чате, в телеграме, я вчера выкладывал видео, да, как прессуют мою тёщу. Я вот записал видеоролик в субботу, где предположил, ну, я в шутку предположил, каким может стать ответ Владимира Владимировича, а оказалось, что попало в десятку. Путин просто слился, да. По большому счёту человек месяц назад, да, в конце мая заявил, что нет, принудительная вакцинация недопустима. Через пару недель эту принудительную вакцинацию начали вводить, и я реально, я до конца, всё-таки я надеялся, что это просто пиар-ход. Вот, дабы поднять ему рейтинги, вот до самого конца я на это надеялся. Думаю, он стукнет кулаком по столу и скажет, вы что, охренели, что ли? Я людям пообещал, вы что творите? Но Путин сказал, не, я не поддерживаю, но в принципе, если, значит, губернаторы считают, что надо, то пусть вводят, я им препятствовать не буду. То есть там права нарушаются, Владимир Владимирович, права людей нарушаются, людей под страхом увольнения заставляют вакцинироваться, а ты говоришь, ну, в общем, да, я этого не поддерживаю, но если надо, то пусть будет, но это же бред. Человек нас просто слил, взял и слил, проявил слабость. Он показал, что он никакой не сильный полив, что он ничего не решает, что он просто бункерный дедушка, это больше не сильная рука. Дед, который никаких решений не принимает. И объясню, почему. Вот обратите внимание, я все время об этом говорю, но вот сейчас попытаюсь обосновать, если бы речь шла именно о здоровье, если бы они действительно пеклись о нашем здоровье, ну, что бы им не предложить, да, вот такой вариант. Хорошо, ребят? Мы видим, что, в общем, не очень доверяете российской вакцине, ну, хорошо. Пожалуйста, можете пользоваться, можете уколоться иностранной вакциной, любой, на выбор, хочешь Джонсон и Джонсон, хочешь Модерна, хочешь Пфайзер. То есть, ради бога, единственное, что купить ее за свои деньги, приходите, вакцинируйтесь, документы мы все оформим, как положено. Вот если бы речь шла, они бы были обеспокоены о нашем здоровье. Но, коль скоро они нам запрещают, да, не дают право выбора, говорят, только российские, и все. То это говорит просто о бизнес-интересах. И тут все очень понятно. То же самое, вот о бизнес-интересах говорит и то обстоятельство, что у нас в стране произвели 4 вакцины, то есть во всем мире по одной, да, в каждой стране, а у нас аж 4. Почему? Да потому что это олигархические группировки разные, да. Вот одна олигархическая группировка занимается производством продвижения вакцины спутники ВИИ, да, лоббирует их госпожа Голикова. Вторая олигархическая группировка, которых лоббирует госпожа Попова, Роспотребнадзор, да, они занимаются кови-ваком. Третья, еще четвертая. И вот они между собой, вот, как бы сидят, они хотят на этом зарабатывать. Да, а Путин им отдал на откуп страну, сказал, ребят, пожалуйста, пилите карту вот на 4 части, вот тебе регион, тебе регионы, тебе регионы, вот идите нагибайте губернаторов, и, пожалуйста, зарабатывайте на этом бабки. То, что губернатор, это номинальная фигура в каждом регионе, я думаю, не надо объяснять. Потому что даже если этого губернатора назначил президент, да, но президент-то далеко в Москве, до него еще достучаться надо, а олигарх он здесь. Поэтому любой губернатор, он должен встраиваться, просто ему деваться некуда, у него безвыходное положение. Он рано или поздно встроится в эту олигархическую систему вот у себя в регионе и будет транслировать то, что ему говорят олигархи. Повторюсь, потому что Путин далеко. А олигарх вот он здесь. И мы же знаем, да, что всегда такое было. На Свердловской области на протяжении всей жизни, да, лоббировали свои интересы Казицын, Махмудов у ГМК. В каком-то Красноярском крае Потанин является настоящим хозяином региона, да, а не какой-то там губернатор УС там условный. Вот. Тут все понятно. То, что Путин отдал нас на отку полигархам, ежу, понятно. И, конечно, сейчас они будут нагибать вот этих вот губернаторов, чтобы вводили эту обязательную вакцинацию, потому что там же как. Вот многие сидят и говорят эти глупости. Ну, вакцины, на чем они зарабатывают? Вакцины-то бесплатные. Представь, кто тебе сказал, что бесплатно? Тебе ее ставят за деньги. Просто ее оплатили из твоих налогов, из бюджета. Но там тоже есть одна хитрость. Олигарх не получит эти деньги до тех пор, пока тебя не уколят. Тебя укололи? Вот после этого несколько тысяч рублей перечислили на счет олигарху. До этого времени он эти деньги получить не может. Они лежат, он их видит. Он их может даже потрогать, но забрать он их не может. Поэтому он заинтересован, чтобы мы пришли и провакцинировались. Только в этом случае он получит бабки. Вот и нагибают этих губернаторов. А губернаторы уже всеми правдами и неправдами, подписывают какие-то указы об обязательной вакцинации. Что непонятного? Еще важнее то, что происходит... Володя, больше лапши. Лапши. Видишь, люди, как тебя слушают. Хватит лапшу вешать людям. На уши, на голову. Что за вопросы? Что за вранье? Вова, остепенись. Холл-центр. Вы что там гоните? Давайте нормальные вопросы. Уваляют людей с работы. Что за бред? Почему эти вопросы не касаются? Одна лапша. Фу! Не менее важный вопрос. Турос цен на все. Раньше он был только на продукты. Сейчас на все цены. Выросли на стройматериалы. На 300%. На картошку. Вот в прошлом выпуске я рассказал вообще на 1000%. То есть в прошлой зиму ее можно было купить за 9-10 рублей. Ну хорошо, там 12-13-15. Да, сегодня, ну в районе сотки она уже стоит. А где-то и дороже. Слушайте, и это очевидно. Это видят даже ватники. Я думал, Путин что-то поумнее придумает. Нет, он как обычно отморозился. Это общемировая тенденция. Общемировая тенденция к чему? К тому, что картошка на 1000% подорожала. Где в России? Которая, как в той песне широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Когда мы при желании, да, при должной политической воле этой картошкой весь мир можем засыпать. У нас ее хоть жопой ешь. Можно вот столько выращивать. У нас такие территории. Но нет. У нас в России нет картошки. И Путин селит общемировая тенденция. Мы попробовали да, как-то контролировать цены. Регулировать. За счет государства у нас не получилось. Мы не знаем, что делать. Поэтому мы с тем и соскакиваем. Слушайте, я вам расскажу, что такое государственное регулирование цены. Даже далеко сходить не буду за примерами. Не из какой-то там европейской стране я это подсмотрел. Колхозная Белоруссия. Пожалуйста, в начале десятых туда ездил. Правда, сейчас не знаю, осталось это, не осталось. Вот там вот я увидел госрегулирование цен на детские товары. Что это значит? Значит, Лукашенко издал указ, согласно которому устанавливается планка, дороже которой детские товары нельзя продавать. Дешевле можно, дороже нельзя. Но я тогда, конечно, озадачился. Я говорю, а как? Ну, там, условно, тысячу рублей, и всё, и не дороже. Я тогда озадачился. Я говорю, подождите, а как? А, ну, хорошо, там, плюшевый мишка какой-нибудь. А какая-то машинка, которая напичкана электроникой, на радиоуправлению. Но у неё входная цена даже дороже, чем эта тысяча. Как? Что делать предпринимателю? Не объяснили. Предприниматель подаёт документы в госучреждения, да? И вот эту вот разницу в цене, то есть он показывает, что закупная цена выше этой тысячи, там, допустим, две, да? И вот ему разницу компенсируют за счёт бюджета. Вот это вот называется государственным регулированием цены. Поучитесь у Лукашенко. Лукашенко дремучий об этом знает, понимаете? А великий там геополитик, великий стратег Путин об этом не в курсах. Да просто нафиг не надо. Вот и всё. И не надо врать. Кстати, наткнулся тут на одно интересное видео. Хочу вам его показать. Называется видео «Какие вопросы никогда не прозвучат на прямой линии с президентом». Внимание на экран. Гарантируете ли вы неприкосновенность и отсутствие политических барьеров для молодых учёных и перспективных исследователей? И нужны ли России инновации и лидерства в области науки и технологий? Владимир Владимирович, вы обещали выбить зубы тем, кто собирается укусить Россию или откусить от России кусок. Как вы думаете, стоит ли бояться тем россиянам, которые за 20 лет вывезли из нашей страны России сырья на 10 триллионов долларов? Владимир Владимирович, самолёты отряда «Россия» для президента оборудованы унитазами за 2,6 миллионов рублей и держателем для бумаги за 107 тысяч рублей. Что вы чувствуете, пользуясь ими, и сколько стоит ваша туалетная бумага? Кстати, рекомендую. Ребят, канал называется «Что делать?». Я, по крайней мере, нигде такого не видел, чем ребята занимаются. Они, значит, выстраивают свои видео на основе опроса. То есть, формулируют какой-то вопрос социально значимый, выходят на улицу и просто опрашивают реальных людей, что они думают, да, спрашивают, выпрашивают мне какие-то рецепты, может быть, то есть, если бы вы были там главой государства, как бы вы поступили там в той или иной ситуации, вот, значит, опрашивают там, условно говоря, 100 человек, и потом те же самые вопросы переадресовывают политикам. Политикам, каким-то общественным деятелям, то есть, ну, тем гражданам, которые, типа, сидят во власти и которые, типа, слуги народа. Вот. Политики, естественно, у нас вообще любые чиновники, они косноязычные, они непрофессиональны, они туповаты, говорят на каком-то своем птичьем языке, да, одним им понятным, вот, они не разбираются толком ни в одном из вопросов, они страшно далеки от народа, и вот, значит, они задают, и потом вот на контрасте, что люди думают, и что думает глуповатый чиновник. Классно, интересно, нигде такого не видел, ссылку оставлю в описании, сможете как раз досмотреть видео, фрагмент которого я вам показал, ну, и там у них другие видеоролики, может быть, поддержите даже подпиской, ребята будут рады. Ребят, это все, о чем хотел рассказать еще раз, задумайтесь над тем, что президент нас слил, он просто нас слил, он предал нас с вами, да, а свой народ, он просто взял, на нас наплевал. Мы до этого, да, знали, что ему, в принципе, до нас нет никакого дела, но вот сейчас он сделал это демонстративно, поэтому, ну, если есть еще те, кто все еще этому человеку верит, да, ну, покажите им этот видеоролик. Все, хороших выходных, пока-пока.